Итак, дорогие мои, продолжим говорить по поводу вашей судьбы. И у нас будет символ этого видео – красный агат. Замечательный камень. Итак, кто вы? Кто пришёл ко мне на расклад? Ну, замечательный человек. Я считаю, что вы человек парный, вы человек союзник. Вы очень заботливый, у вас есть, скорее всего, в жизни, допустим, семья, дети или, как сказать, любовное гнёздышко. Или вы просто человек, который умеет объединять людей, общаться с людьми, быть нежным, заботливым, приятным, нужным этим людям. У вас есть символ матери или символ благородного отца, если вы мужчина. У вас есть чувство ответственности за других. И особенно за детей. Вы могли в жизни переезжать куда-то, перелетать, так скажем. Но это не изменило вас как человека, а скорее улучшило. Потому что с каждым днём вы становитесь всё приятнее для других, всё добрее для других и благороднее. То есть вы никогда не будете обманывать, предавать, делать гадости кому-то. Это просто не в вашей природе. В вашей природе — это быть милосердным, человеколюбивым или человеколюбивой. И постоянно просто делать что-то от Бога, от Вселенной хорошее. Вы можете запросто быть донором, помирить любых двух людей, которые, допустим, ссорились. Или навести мосты даже между корпорациями, компаниями или даже странами. Смотря в какой области вы работаете. Но в любом случае люди видят в вас именно источник. Вот я считаю, именно источник. Но здесь я так понимаю, что, может быть, вы и заняты с чем-то таким, как благотворительность. Может быть, какая-то государственная работа, медицина. Почему бы и нет. И просто индустрия, где человеку делаешь хорошо. Может, это индустрия красоты, например. Или индустрия развлечений. Но театр, может быть, здесь, конечно. Какие-то данные у человека очень артистичные. Вы, скорее всего, дама. Потому что, ну, карты так показывают, что вы больше похожи на женщину. И такая женщина, ну, ни один мужчина мимо неё просто так не пройдёт. Почему? Потому что с такой женщиной хочется жить. Хочется. Хочется, чтобы быть у неё под крылом заботливым. Хочется честного человека рядом, верного, приятного. Тот, кто о тебе позаботится и подставит плечо в трудную минуту. А вы это всё можете. Но если вы мужчина, вы очень приятный человек. Очень. Любая женщина готова была бы с вами жить именно только потому, что вы очень заботливый человек. И вы не станете врать по пустякам, изгаляться и предавать, мучить кого-то. Втыкать нож в спину – это всё не про вас. Но вы чуть-чуть наивны. Карты как бы так намекают на наивность, на какую-то… С одной стороны, слишком сильную честность, прозрачность для других людей. Ну и вы по себе и судите. Если вы никогда никого не будете обманывать, значит, и люди не должны себя так вести. Естественно, именно на этом вы, скорее всего, и прогораете. То есть вы считаете, что можете доверять, а на самом деле оно было не так. Соответственно, вы на кого-то, надеетесь, рассчитываете, а оказывается, всё, что вы ошибались. Такое часто может быть. Но людей вы со временем, с годами стали видеть больше изнутри и понимать их. У вас хорошая интуиция. Может быть, есть и экстрасенсорные способности, но это для каждого индивидуально. Карты очень положительного человека, над которым властвуют две стихии – это земля и вода. И в то же время чуть-чуть воздуха. И такой человек, он очень тонко чувствующий, видящий эстетику. Может быть, склонен даже к какой-то одарённости искусства, желающий в своей жизни искусства. Который хочет интуитивно постоянно этот мир сделать всё лучше, лучше и лучше. С какой судьбой вы родились? Вам должно было в жизни очень сильно во всём вести. Удача должна была изначально вас преследовать. Вы родились человеком-путешественником. Тот, кто должен был объехать, допустим, вокруг света. Ну вот такая у вас судьба – объехать вокруг света. Везде побывать. Может быть, на основе известности, популярности. Может, просто романтика большой дороги. Вас должна была увлекать. И вы должны были побывать в каждой стране. И посмотреть культуру других народов. Посмотреть, как живут люди. Для вас это было нужно, важно. И у вас вся жизнь должна была идти сквозь дороги и сквозь расстояния. Также вы прирождённый, может быть, водитель, например, или пилот. Тоже может быть такое. Водитель поезда или как он там называется. Но чаще всего это именно человек-путешественник. И тот, кто не может усидеть на одном месте, ему всё время нужно куда-то двигаться, идти, ехать. Здесь карты показывают человека с незаурядными способностями, которые даны были при рождении. Возможно, опять же, экстрасенсорные способности, сильнейшая интуиция. Человек, у него судьба, у такого человека была изначально очень хорошая. То есть вы родились с хорошей судьбой. Изначально вам дана была очень интересная судьба. Дар проведения, дар ясновидения, переезд или путешествие. И в то же время какой-то профессионализм всё равно вы должны были приобрести с течением жизни. То есть какая-то профессия вам должна была быть дана по судьбе. Деньги не играли бы для вас изначально большую роль. А скорее деньги нужны на то, чтобы передвигаться, быть в разных странах, путешествовать, допустим. Или быть дипломатом, переводчиком, экскурсоводом. Вот так вот. Как бы человек, который этим занимается профессионально. Может иметь такую фирму, туристическую, например, или экскурсионную фирму. Но карты здесь есть и ограничивающие. То есть они показывают, что вот это всё вам при рождении было дано. Но сразу же была негативная карма по женской линии рода. Негативные какие программы? Ну как проклятие по роду по женской линии. Может, кстати, проклятие было и касаемо и способностей в том числе. Это бывает, когда в роду есть ведьмы. Или люди со способностями знахари. Люди в какой-то момент начинают их гонение. Почему? Потому что их боятся. Вот у кого-то что-то случилось в деревне. Знахарь виновата или ведьма виновата. Начинают обвинять, начинают преследовать, проклинать. Может, у вас по женской линии такое давно тянулось. Ну, в любом случае, удача, она вам всё равно была дана изначально при рождении. Это правда. Всё равно была дана. Даже несмотря на то, что, ну да, какие-то могли препятствия быть. Но сама по себе удача, она была дана. Способности чуть-чуть могли быть подзаблокированы специально. А удача нет. Удача не была блокирована. Что негативно повлияло на ход событий? Человек. Ну, какой человек? Он как роковая встреча в жизни. Возможно, мужчина. Ну, какой человек-то? Как преступник какой-то, что ли? Так выходит. Или очень просто плохой мужчина, который знает, что он плохой человек и раскаивается сейчас в некоторых своих проступках. Но в целом он ещё не исправился, наверное, в жизни. Он знал, что он очень много совершил плохого. И в течение вашей жизни потом ещё, сколько вот он, он совершал плохие поступки. Скорее всего, если вы женщина, а чаще всего это женщина, то это мужчина роковой в вашей жизни, который вам жизнь как бы как испортил. Но он преступление совершал, я это вижу. Как бы он знал, какой он плохой человек, понимаете? Он всё время врал. Он довёл вас до безденежья. Сделал так, чтобы ваша жизнь бедная была. А сам всё время куда-то ускакивал, ездил, был несерьёзный, плохой человек. Ну, как, не бывает людей, вот прямо само из чая дяды, нет? У каждого человека есть хорошие, плохие стороны. Просто в вашей жизни он сыграл именно роковую, плохую роль. Если вы мужчина, может, у вас был отец такой, друг, там, не знаю, кто-то, дядя. Кто-то, кто повлиял на вас, очень сильно повлиял, негативно. Именно, как Золотые Горы наобещал, не выполнил и лишил вас денег. Может, ограбил вообще. Тут для женщины, может, она встретила афериста, я не знаю. Как бы как, как будто вас лишили денежного канала. Всё это лишили и как, мало того, лишили денежного канала, ещё как будто как ограбили, что ли. Забрали деньги. Забрали денежный потенциал. А он у вас был, изначально был. Как вернуть утраченный потенциал? Ну, тут, смотрите, тут, во-первых, нужно восстанавливать женскую линию рода. Это однозначно. И огненную энергию. Тут, как бы, знаете, как получается-то, что у вас негатив же по женской линии. Значит, и прорабатывать надо женскую линию. Простить себя, простить свою мать, простить всю женскую линию рода. Это обязательно надо прям проработать в медитации. Также нужно проявить лидерские качества характера. То есть, если вы чего-то в жизни хотите добиться, нужно самому или самой себе сказать, чего добиться. И вот прям идти к этому, несмотря ни на что. Несмотря на ваши ограничения, трудности в жизни, всё равно к этому идти. Также карты здесь что показывают? Вот как вернуть утраченный потенциал. Нужно как будто куда-то поехать. Вот может быть, поездка краткая. Навестить, может быть, или родных, или святое место какое-то. Может быть, там есть какая-то, ну не знаю, реликвия. Или семейная, или там, не знаю, икона чудотворная. Где-то в ваших родных местах есть именно чудотворное что-то. Вот как место какое-то. Вы можете там помолиться. Даже никому не сказать, что вы приехали. Можно тайный приезд сделать. Не обязательно там всем рассказывать, я приехал там. А просто в свои родные места съездить, найти это место, где было бы место силы, или там чудотворная икона, или мощи святого, или какой-то храм, или ручей, источник. И вот там нужно совершить поклонение. Это обязательно здесь. Вы вернёте женскую силу. Или, может быть, вы знаете, где ваши предки давно жили. Туда съездить, где истоки ваши, понимаете? Там есть святое место. Там надо восстанавливать свою женскую силу. Кто вы сейчас? Ну, в смысле, даже не кто вы сейчас, а какую судьбу? Кто вы сейчас, мы знаем, да? Какую судьбу вы сейчас принимаете на будущее? Да, вот какую судьбу будущее пророчит? Ну, тут у вас кардинальная перемена идёт в жизни. Высвободится огромная сила. Вот как только вы с чем-то как расстанетесь, что-то похороните, закопаете, от чего-то откажетесь, а вам надо от чего-то как отказаться или от кого-то, у вас раз такая сила, гигантская сила высвобождается в жизни. Видите, вам нужно с чем-то покончить, что-то отпустить. Видите, что-то надо отпустить обязательно и найти или источник света, или источник, вот как святыня, да? Источник силы для себя, но именно как через святыню. Это вот важный момент. Я никому не давала ещё такой совет на раскладах. То есть что-то вы здесь слышите иногда впервые, и я здесь точно вижу, как нужно поступить, чтобы вернуть женскую силу рода. Нужно святыню посетить, а с чем-то покончить, что-то отпустить, или мужчину отпустить, или как бы в жизни вот какой-то этап отпустить, прям отказаться от чего-то, разорвать узы, разорвать путы, покончить с этим раз и навсегда. То есть нужно это отпустить, что-то вот такое. И тогда у вас в жизни наступит белая полоса, я думаю. Ну, сейчас будем дальше смотреть. Но я вижу здесь потенциал только через вот это, через святое место, место силы, ну, святую реликвию, что ли, как мощи, может быть, вот так. Дальше. Это Демитка рыгает. Не обращайте внимания. Это мой мопс. Как изменить судьбу? Как изменить судьбу? Ну, вот видите, опять, все через мать идет, все через женскую линию идет, все только через мать. Как изменить судьбу, да? Вот дисциплина нужна. Дисциплина и женская сила рода. Здесь идет, знаете как, даже с матерью можно помириться, поговорить, примириться, простить. Это вот я вам выше даже диктовала, что женскую силу рода нужно простить и спустить. Но эта карта, она четко показывает, что вам нужна в жизни самодисциплина. Еще и это, да? То есть, как изменить судьбу? Нужно взять себя полностью в руки, под контроль, по расписанию жить прям. Да, да, однозначно. Здесь нужен самоконтроль, самоконтроль, сильнейший самоконтроль. Более того, нужно на время занять оборонительную позицию, лидерскую позицию и отстаивать что-то, вот как свое семейное. Может быть, своих детей, свой дом, свой очаг. Вот так прям карты показывают. Свой очаг отстаивать. Как с кем-то надо побороться, посоперничать, посоревноваться, вот как женщина какая-то. Она тоже в вашей жизни роковую роль играет, но самое главное здесь, это то, что у вас, скорее всего, как есть вот семья, как бы как будто, я же вам это говорила изначально, вы как будто человек парный, семейный. И вам за это нужно постоять. Главное не терять связь со своей семьей, семью. Расстаться можно с чем угодно, но не со своей семьей. Выбросить из своей жизни можно что угодно, но не свою семью. Более того, карты показывают, вот самодисциплина, может взять себя в руки, может что-то нужно изучить, может быть что-то над собой поработать, над своей формой, может физической, или еще как-то. Вот волю в кулак прям карты показали, волю в кулак. Изменится ли в итоге ваша судьба? Медленно будет очень меняться, медленно, потому что тут идет вообще как ловушка, ловушка. И видите, жрица, она не просто так, она выпала, потому что судьба, да, она изменится в итоге, судьба, но вам нужно привести себя в равновесие. Вот жрица, это ваши способности, вам их нужно освоить, понимаете, освоить, стать собой, то есть именно раскрыть в себе способности, а они у вас спрятаны сейчас. Вот ваши способности, они у вас спрятаны, видите, темными силами, черными силами спрятаны. Вы как будто их не видите, не слышите ваши способности, вы не знаете, что они есть, но вы можете их раскрыть. И что судьба, говорит ваша, да, изменится в итоге судьба, изменится от закрытия к открытию, от темных сил к светлым силам. Вы выйдете к солнцу, а солнце это один из наиболее счастливых арканов второго. Мы видим туз жезлов, это ваш невероятный потенциал, который еще только раскроется в будущем. Он еще раскроется, он еще не раскрылся до конца. Вы еще не все о себе знаете, совершенно вы еще очень много раскроете. Но самое главное здесь это не терять веру и не терять надежду в то, что вы раскроете. Никогда не задаваться, не останавливаться, идти вперед. И вот эта самая дисциплина, искусство медитации, да, святое место. И похоронить что-то, вот от чего вам надо обязательно отказаться. Может вы что-то ненавидите, не любите, не хотите чего-то и каждый день это терпите. Отпустите это. Но главное, никогда не отпускайте ваших детей. Они вам нужны. Если у вас есть дети, не отпускайте ваших детей. Если у вас нет детей, не отпускайте возможность иметь детей. Это очень важный момент. Ну, вот такой вот у нас вышел расклад. Я очень благодарна, если вы дослушали до конца. Спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч. До новых встреч.